Меня зовут Захаров Николай Михайлович. Я думаю, что кто-то из вас, участников семинара, со мной уже знаком, были у меня либо на очных занятиях, либо на каких-то вебинарах присутствовали. Значит, я здесь, собственно, обо мне все написано. Преподаю очень давно, с 92-го года в Центре компьютерного обучения. Плюс ко всему я являюсь, я работаю заведующим лабораторией вычислительных машин в МГТУ имени Барнинг. Семинар наш с вами будет посвящен IP-адресации, которая реализована в четвертой версии протокола IP. IP-адресации в четвертой версии протокола. Скорее, вот с чего начнем мы с вами сейчас занятия. Ну, я, как всегда, для своих занятий сделал презенташечку, где все, что буду вам рассказывать, расписано. Поэтому начну вот с чего. Те, кто присутствует у меня здесь очно, пожалуйста, фотографируйте, это будет проще всего. Те, кто присутствует у меня заочно и видит эту ссылочку на Яндекс.Диск, пожалуйста, там скопируйте ее себе, ну, я имею в виду, там вырежете в качестве рисунка, сфотографируйте, перепишите. Вы по этой ссылочке на Яндекс.Диск попадете. Ну, приблизительно вот так. Ну, я на всякий случай, я думаю, все мы прекрасно умеем работать с этим совсем. Попадете по ссылочке на Яндекс.Диск и презенташку, которую я для вас подготовил, можете скачать. Я сейчас эту презенташечку открою тут у себя. Все это закрываю, чтобы не мешалось. Значит, еще раз, если кто еще не успел все это сфотографировать, пожалуйста. Значит, я запускаю презенташку. И напоминаю, что все презенташки, которые я всегда выдаю, вы будете запускать в режиме только чтения. Я тоже сейчас запускаю ее в режиме только чтения. Ну, здесь в презенташке опять есть коротенькие сведения обо мне, о Центре компьютерного обучения специалистов. Вообще, собственно, почему вот эта тема, IP-адресация четвертой версии протокола? Ну, во-первых, я хочу сказать или же напомнить кому-то из вас, что у нас в Центре есть, на мой взгляд, очень хороший, вводный, я бы сказал, курс, который называется Основа сетей, сетевые операционные системы, практикум Wi-Fi. Госпожа, вы же были на этом курсе, ну что вы все это вот так вот щелк-щелк-щелк. У вас все это есть? Так вот, тем более у вас есть эта презентажка. Так вот, значит, вот на этом курсе мы знакомимся с основами сетевых технологий. Этот курс позиционируется в Центре компьютерного обучения, как курс, который, собственно, ну рекомендуется пройти всем слушателям нашего центра, которые собираются в дальнейшем заниматься сетевыми технологиями и становиться хорошими, грамотными, немаловажный момент, высокооплачиваемыми сетевиками. А это основа сетей, это те знания, без которых, собственно, дальше изучать администрирование сетевых операционных систем, межсетевое взаимодействие и так далее, становится несколько сложновато. Здесь либо какие-то самые важные сведения вы получаете заново, либо, если вы чуть-чуть подзабыли, эти сведения вот вы, там это все можете получить. Вот в этой презентажке все об этом курсе рассказано, мне сейчас просто немножечко жалко времени тратить на это. Вы все это можете посмотреть в презентации. И, естественно, вы можете прийти на сайт специалиста и посмотреть информацию об этом курсе. Так вот, в этом курсе мы знакомимся с IP-адресацией, мы знакомимся с IP-протоколом. Мы говорим на этом курсе и об IP-адресации, реализованной в четвертой версии протокола и в шестой версии протокола. Вот не так давно, кстати, была у нас вот такая же, точно такой же точно семинар, где я немножечко вас ознакомил с IP-адресацией, реализованной в шестой версии. И как оказалось, как оказалось, в общем-то, мне слушатели этого семинара сказали, что неплохо было бы освежить и сведения по четвертой версии. Ну, вот в результате такой просьбы, собственно, этот семинар у нас с вами организовался. Четвертая версия протокола. Ну, понятно, это та самая версия, которая стала реально применяться в практической жизни. Это та самая версия протокола, которая реально в сети ARPANET начала применяться. ARPANET – это то, из чего в итоге интернет выросла. Соответственно, несмотря на то, что вот сейчас как бы уже существует, достаточно давно существует более новый протокол IPv6, и он активно продвигается на рынке, он активно продвигается в сети. Но все-таки практика показывает, что большую часть трафика пока еще доставляет от компьютера к компьютеру протокол IPv4. То есть IP-адресация четвертой версии, и сам протокол будет, я надеюсь, еще долго-долго жить, существовать, здравствовать. И потому мы с вами давайте немножечко вот именно об этом протоколе сейчас поговорим. IPv4. Протокол IPv4, как и IPv6, для идентификации компьютера в сети использует параметр, который называется IP-адрес. Уникальный идентификатор компьютера в сети. Хоста в сети. Что такое хост? Хост – это компьютер, который можно, или устройство, давайте будем говорить, устройство, которое можно отдельно адресовать в сети. Есть у него адрес, значит он хост. Теперь протокол IP – это протокол так называемый маршрутизируемый. Что значит маршрутизируемый протокол? Протокол IP маршрутизируемый, а это означает, что протокол IP может обеспечивать связь между хостами, между компьютерами, расположенными как внутри отдельно взятой локальной сети LAN, Local Area Network, может обеспечивать связь компьютеров между, связь между компьютерами, расположенной в этой отдельной локальной сети, так и осуществлять межсетевое взаимодействие, то есть обеспечивать связь с другими локальными сетями. Это у меня LAN первая, а вот это у меня LAN вторая. Коллеги, ну так, условно, совершенно я рисую. Для того, чтобы две сети взаимодействовали, между ними надо устанавливать специальное устройство, которое называется маршрутизатор роутер. Программное обеспечение протокола IP разворачивается как на отдельных компьютерах, на отдельных хостах, так и на роутерах. Так вот, смотрите, протокол IP обеспечивает межсетевое взаимодействие и протокол IP, вообще говоря, оторван от конкретной физической реализации сети. Вот здесь у меня может быть, ну, например, Wi-Fi, беспроводная сеть. Вот здесь может быть проводная сеть. Здесь сеть проводная, которая соответствует архитектуре Ethernet. А где-то вот здесь вот еще одна сеть, ну, я не знаю, которая построена, ну, по архитектуре токен ринга. Итак, протокол IP совершенно не важно, как реализована физика, он оторван от конкретной физической адресации и, соответственно, он должен использовать какую-то свою, его собственную систему адресации хостов. Значит, для того, чтобы обеспечивать межсетевое взаимодействие и для того, чтобы обеспечивать связь компьютеров внутри отдельной локальной сети, IP-адрес строится по иерархическому принципу. Посмотрите, ну, такое очевидное решение, напрашивающееся. Вот у меня нарисована какая-то большая составная сеть. Маршрутизатор. IP-адрес состоит из двух частей. Одна часть IP-адреса, это я сейчас вам рассказываю о логике его строения. Одна часть IP-адреса уникально адресует сеть в большой сети. У каждой сети, посмотрите, есть свой собственный адрес, идентификатор сеть 1, сеть 3, сеть 2. Вторая часть IP-адреса уникально адресует хост внутри этой сети. И вот такой адрес, состоящий из адреса сети и из адреса хоста внутри этой сети, позволяет уникально присваивать IP-адрес любому хосту, причем действительно уникально. Вот такая логика построения IP-адреса, причем эта логика, может быть так, забегая вперед, она работает и в IP-версии 4, и в IP-версии 6. Состоит из двух частей. Идентификатор сети, идентификатор хоста. Ну, здесь, собственно, вот об этом написано. Так, логика. Теперь физика. Физика IP-адреса в 4-й версии протокола. IP-адрес в 4-й версии протокола представляет собой 32-разрядные двоичные числа. Ну, естественно, человеку, людям с 32-разрядным двоичным числом, с громоздкими такими числами работать не очень удобно. Поэтому для нас, для людей, IP-адрес записывается в специальном формате, который называется формат десятичная с точкой. Десятичная с точкой – это что за формат? Как вообще его получают? Значит, для того, чтобы от 32-х разрядов двоичных перейти к формату с десятичной с точкой, 32-разряда адреса разбивают на 4 части по 8 разрядов в каждой из них. Дальше вместо 8-разрядного двоичного числа, а в терминологии IP-адресации, вот это 8-разрядное двоичное число принято называть актетом. И вот вместо 8-разрядного актета записывают соответствующее ему десятичное число. Таким образом, получают 4 десятичных числа. В общем случае принято обозначать эти десятичные числа W, X, Y и Z. То есть от двоичного переходит вот к такой десятичной записи. И чтобы эти десятичные числа не сливались между собой, между ними принято рисовать цифру, то есть, извините, точечку. W, X, Y, Z. Общий формат представления. Конкретно 181 точка, 252 точка, 30 точка, 115 точка. Давайте на всякий случай вот, что я хочу сейчас уточнить. 8-разрядный двоичный актет. 8-разрядное двоичное число. Какое максимальное десятичное число можно записать при помощи 8-разрядного двоичного? Существует вот такая замечательная формула. Сейчас вам эту формулу напомню. И рекомендую вам всем ее запомнить. Мы имеем с вами n-разрядное двоичное число. В нашем с вами конкретном примере 8-разрядное двоичное число. Максимальное десятичное число, которое можно передать при помощи n-разрядного двоичного. То есть это двоичное число, состоящее из n единиц. Рассчитывается вот по такой формуле. 2 в степени n минус 1. Для записи IP-адреса в формате десятичной с точкой 8-разрядный двоичный актет. Поэтому какое максимальное число в формате десятичной с точки может быть записано в адресе? 2 в восьмой степени минус единичка – это 255. Я думаю, большинство из вас это знает, но на всякий случай. В IP-адресе не может быть числа больше, чем 255. Если вам кто-то напишет IP-адрес 321-18-16-1, вы скажете, ну не обманывайте меня, это не IP-адрес. Максимум, что вот здесь может быть – это 255. Соответственно, от 0 до 255. Это просто такое напоминание. А формулу запомните, формула подрядится нам обязательно. Так вот, ну вообще говоря, специалисту в области IP-технологии, специалисту-сетевику, оказывается, надо уметь, действительно, коллеги, надо уметь вручную вот такие вот двоичные числа, восьмиразрядные записывать в виде чисел десятичных и, наоборот, десятичные числа переводить в двоичные. Я вам сейчас попробую быстро показать, как это делается. Но это вы будете делать вручную только лишь тогда, когда вас заставить в жизни, у вас не будет под рукой какого-то более простого способа. А более простой способ я имею в виду что? Я имею в виду калькулятор. Калькулятор, который двоичные числа, может переводить в десятичные, наоборот. Значит, вот у нас тут с вами операционная система. У меня установлены Windows 10. Давайте я попробую сейчас запустить калькулятор. Значит, вот так я сейчас попробую запустить калькулятор. Пытаюсь что-то написать, но пишу почему-то латинскими символами. А хочу написать слово калькулятор. Вот я написал калькулятор. Я запустил калькулятор. Вот, пожалуйста, вам запущенный калькулятор. Вы его в первый раз запустите. Он у вас, наверное, будет вот в таком обычном режиме. Дальше вы его переведете для простоты, используемой для решения той задачи, которая нам нужна в режиме, например, программиста. И вот здесь будете выбирать число, которое вам нужно. Значит, пишу десятичное число. 152. Вот здесь уже написано, как это будет выглядеть в двоичном режиме. Видно, да? Или вот так щелкну, вот оно покрупнее. Пишу двоичное число. 1, 1, 1, 0, 1, 1. И сколько написал? Вот. Как это будет выглядеть в десятичном? Уже написано, что это 239, но вот так вот покрупнее. То есть в практической своей жизни вы не будете себя утруждать, выполнять вручную вот эти операции, о которых я сейчас хочу показать. О которых хочу рассказать. Вообще, двоичное число, да? Что из себя представляет двоичное число? Значит, давайте я вам сейчас попробую очень-очень быстро напомнить десятичную систему учисления. Как это ни странно вам покажется, но вот именно с этого начну. Запишу десятичное число. 5 тысяч, 432. Что написал? А написал я следующее. В это число 5 раз вошло значение тысячи. Плюс 4 раза сюда попало сотня. Измените, сотня. Плюс 3 раза число 10. Ну и плюс. Два раза сюда попало единичка. Теперь, если я сейчас все это перепишу несколько в другом виде, что у меня получится? 5 умноженное тысячу я напишу как 10 в третьей степени. Сотню я напишу как 10 в квадрате. Десятку я так и напишу как десятка. Ну, добавлю к ней 10 в первой степени. А вот эту самую единичку я напишу как 10 в нулевой. То есть я вот что хотел напомнить. Когда мы с вами пишем десятичные числа, мы вот так вот договорившись справа налево выписываем весовые коэффициенты множителей перед основаниями десятичной системы счисления, возведенной в степень. Это множитель перед 10 в нулевой. Это множитель перед 10 в первой. Ну и так далее. Вот это в итоге множитель перед 10 в пятой степени. Вот это понятно? Напомнил. Ну а четверка это множитель перед 10, естественно, в третьей. Перед 10 в третьей. Извините, оговорился. Спасибо большое. Так вот, это я просто хотел напомнить. А теперь двоичная система. Никто ничего нового не придумал. Рисую двоичное число. 1, 1, 1, 1. Ну самое большое, для примера, четырехразрядное двоичное число, состоящее из одних единиц. Вот эта единичка, это что такое? Это множитель, это весовой коэффициент перед нулевой степенью основания двоичной системы счисления. И основанием двоичной системы счисления является число 2. 2 в нулевой. Единица, умноженная на 2 в нулевой. Плюс, а вот это? А это множитель перед 2 в первой. Вот это множитель перед 2 в квадрате. А вот это множитель перед 2 в квадрате. Единичка на 2 в квадрате. Плюс единичка на 2 в квадрате. Плюс единичка на 2 в первой. И плюс единичка на 2 в нулевой. Считаю быстро. Это 8 плюс 4 плюс 2 плюс 1. И что я сделал? Я вот это двоичное число перевел в 10 считаю. Хорошо. Верну сейчас свою презентаршечку. Вот что я сделал здесь? Посмотрите. Я расписал актет. Я расписал 8 степеней двоечки, начиная от 2 в нулевой и заканчивая 2 в седьмой. Дальше я эти степени посчитал. А вот это вот, посмотрите, двоичное число. А вот это вот, соответственно, коэффициент умножения перед, если справа идти. Это единичка, это коэффициент умножения перед 2 в нулевой степенью. Вот это. Или 2 в первой и так далее, и так далее. Понятно, о чем говорю? Вот это сейчас число. Распишу вот здесь. 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1. И вот это вот множители. Вот я умножу единичку на 128, и все это суммируется. Получаю 153. Очень легко запоминающаяся табличка. Очень легко запоминающаяся табличка. 128, шаг вправо, надо делить на 2. И при помощи вот этой таблички можно переводить двоичные в десятичные. При помощи этой же таблички можно переводить десятичные в двоичные. Сейчас я вам покажу этот алгоритм очень быстренько. Ну давайте какое-нибудь десятичное число. Ну вот давайте те же самые 153, чтобы сразу проверить себя, что перевели правильно. Переведем в двоичную систему. Так, 153. Алгоритм называется алгоритм последовательного вычитания. Почему последовательное вычитание? Вот мне надо перевести число 153. Дальше я смотрю на ту табличку и начинаю с ее левой части. В левой части таблички 2 в седьмой степени 128. Я говорю, 128, если сумму составлять степеней двойки, 153 войдет как составная часть? Войдет? Нет. 128 меньше, чем в 153? Войдет. Перед 128 я ставлю коэффициент единичек. Учел. И отсюда надо 128 отнять. Получаем. Вместе давайте проверяйте меня. К концу дня могу ошибаться. Здесь 5, а здесь 2. 25. Вспоминайте эту табличку. Следующая. Следующая за 128 идет 64. 64. Мне надо теперь вот под 25 что-то подобрать. 64 в сумму уже не попадет. 0 ставлю. 0 ставлю перед 64. И 32 не попадет. 0 ставлю перед 32. А следующее 16 уже попадет. Перед 16 ставлю единичку. И так как я 16 учел, надо 16 отсюда вычесть. Что у нас останется? У нас останется 9. Дальше за 16 помните, что 8 попадет единичка на 8. И надо 8 отсюда вычесть. Дальше осталась единичка. А дальше за восьмерочкой у нас что с вами было? Четверочка не попадет 0 перед четверочкой. Дальше двоечка тоже не попадет 0 перед двоечкой. И дальше останется вот эта последняя единичка. И перед ней поставлю кейсет единичка. Получаю. Но надо вообще выписывать все вот отсюда. Слева направо. 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1. Не ошиблись? 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1. Ну, собственно, для того я взял 150, чтобы себя потом быстренько проконтролировать. Значит, вот это надо делать уметь. И если вас жизнь будет заставлять, у вас не будет под рукой какого-то калькулятора и так далее, вы вот это все спокойненько переведете. Иногда это действительно в практической жизни сетевику очень нужно. Так вот, это мы с вами разобрались с одним актетом. Посмотрите, здесь у меня есть слайдик, где... Ну, просто то, что мы с вами сейчас сделали, здесь повторено 4 раза. Вот оно, 32-разрядное двоичное число, разбитое на 4 актета. Соответственно, 4 раза повторена эта табличка. Ну, и в итоге получили полный 32-разрядный адрес, переведенный в формат десятичной строчкой. Это надо делать уметь. Теперь, ну, мы с вами сказали логика. Часть относится к идентификатору. Помните, было написано сеть 1, да? Часть адреса относится к идентификатору сети. Те разряды адреса, которые уникально идентифицируют сеть в адресе, называются идентификатор сети. А те разряды адреса, которые уникально идентифицируют хост внутри этой сети, называются идентификатор хоста. Вот такова логика. Мы с вами это уже видели. Теперь, проблема в чем? Проблема в том, что в адресе вот этой вот граничке какого-то специального символа точка, дефис и так далее не предусматривается, чтобы можно было сразу понять, где разряды идентифицирующие сеть, где разряды идентифицирующие хост. Важно знать, очень важно знать, почему это важно знать, вот здесь вот написано. Помните, мы говорили, межсетевое взаимодействие, передача информации из одной сети в другую сеть. А для того, чтобы эту передачу выполнять, используется специальное устройство-машрутизатор. Используется машрутизатор. На машрутизатор приходит по сети блок данных от какого-то. Ну, машрутизаторы принято вот такими вот шайбами, со стрелочками здесь обозначать на различных там схемах. Пришел вот сюда вот блок данных. На машрутизатор приходит информация, с которой работает протокол IP, называется пакет. В пакете есть IP-адрес получателя этого пакета, и в пакете есть IP-адрес отправителя этого пакета. И когда вот такой пакет приходит на машрутизатор, протокол IP, который работает на машрутизаторе, должен проанализировать IP-адрес получателя и направить его в тот свой интерфейс, где находится этот получатель. Соответственно, протокол IP, работающий на машрутизаторе, должен извлечь этот адрес. И понять, где же здесь часть адреса, которая уникально идентифицирует сеть, и где та часть адреса, которая уникально идентифицирует хост. То есть адрес сети, идентификатор сети надо оттуда ему вытащить. Вопрос, где заканчивается вот эта граничка, сколько разрядов в IP-адресе сети? Неизвестно. Вот надо такую задачу решить. Для решения такой задачи, как структурируется IP-адрес, сколько разрядов относятся к идентификатору сети, сколько относятся к идентификатору хоста, используются, ну скорее использовались. Два принципа, два способа. Сначала использовалась так называемая классовая система адресации. Мы с вами, будучи заинтересованными людьми, представителями тех фирм, организаций, которые протокол IP продвигают на рынок, собираемся и говорим, надо придумывать какую-то технологику, которая позволит протокол IP понимать, где тут идентификатор сети, где идентификатор хоста. И придумали классовую адресацию. Мы сказали с вами, очень просто, вот такую структуру будем называть адрес адресом класса А или будем называть сеть сетью класса А. Если 8 разрядов в адресе идентифицируют сеть, а оставшиеся 24 разряда идентифицируют хоста. Понятно? Коллеги, у вас спрашивают, мне сложно говорить сейчас со слушателями вебинара. Понятно. На секунду я остановлюсь сейчас и такой вопрос задам и себе, и вам. Вот сколько теоретически может быть вот таких сетей, если адрес сети или идентификатор сети определяется 8 двоичными разрядами? Помните? 2 в степени n минус 1. 2 в степени n минус 1 это максимальное число, это 255. Но 0 же тоже может быть адрес фактически, да? Если в теории я говорю. Поэтому к той формуле, которая я вам сейчас уже привел, еще одну формулу, пожалуйста, запомните. 2 в степени n минус 1 это максимальное десятичное число, максимальное десятичное. А формула 2 в степени n, где n разрядность числа, это общее количество уникальных двоичных n разрядных комбинаций. Количество уникальных комбинаций или уже уникальных чисел. Начиная от n нулей и заканчивая n единиц. Всего 2 в степени n. Соответственно, раз 8 разрядов, значит 2 в степени 8 это сколько будет? В теории 256 сетей. Всего. Не очень много. В теории в практике еще меньше. Зато хостов в таких сетях сколько может быть? В теории 2 в степени n. А n у нас в данном случае 24 разряда. 2 в 24 степени это больше 16 миллионов. Сетей немного, сети огромные по своему размеру. Класс B поровну поделили. Идентификатор сети 16 разрядов, идентификатор хоста 16 разрядов. Но опять, если вот начать рассуждать, сетей может быть в теории 2 в 16 степени 65 536. Хостов ровно столько же в каждой из этих сетей может быть. Класс C, идентификатор 24 разряда, сетей больше 16 миллионов. А объем такой сети 256 максимум. Это теория. Вообще для того, чтобы определить реальное количество хостов в сети, надо вот из этого числа, который получается путем возведения двоечки в степень идентификатора хоста, отнять 2 специальных зарезервированных адреса. То есть получается, если 8 разрядов, всего адресов 256 от 0 до 255, и надо обязательно вынуть 2 оттуда специальных адреса, зарезервированных для специальных целей. Поэтому хостов всего 254. Обратите внимание, вот эта классовая система адресации предполагала, что хостам можно назначать адреса только первых трех классов. Специальные классы D и E, эти адреса хостам не назначаются. Эти адреса, которые используются в специальных целях, групповая рассылка. И что такое групповая рассылка? Значит, представьте себе, ну давайте для простоты на пальцах, чтобы совсем уже, телеконференцию, в которой участвуют хосты, разбросанные, ну пусть там для простоты, по всей территории России. Один во Владивостоке, третий где-нибудь в Хабаровске, в Новосибирске, в Москве, в Калининградскую область можно приехать, в Калининграде. И все эти хосты должны получать одну и ту же информацию. То, что говорит хост во Владивостоке, должны увидеть все. Понятна задача? Теперь, для того, чтобы доставлять информацию от отправителя получателю, мы с вами уже коротко видели это только что, нужно использовать так называемый пакет. В пакете есть адрес отправителя, есть адрес получателя. Если в такой конференции работает, ну, пара десятков хостов, что же получается? Отправитель должен пару десятков пакетов сформировать, где в качестве адреса получателя будут адреса всех хостов, которые в этой конференции участвуют. Ну, коллеги, такой трафик забьет нам весь усень и уже что-то другое передать будет сложно. Поэтому, чтобы иметь возможность передавать от одного отправителя информацию сразу множеству хостов, используется специальная технология, называется групповая рассылка. А для реализации этой групповой рассылки зарезервировали специальный диапазон адресов. И вот эти адреса хостов назначать нельзя. Плюс еще один момент. Вот просто зарезервированный диапазон. Мы с вами, когда все это разрабатывали, а это было в 80-х годах, в конце 70-х годов прошлого века, улыбнулись многие, да? Но тем не менее, технологии IP только-только развиваются. И вообще говоря, какие способы связи, куда придет развитие этих сетей, пока еще нам не очень понятно. Поэтому мы говорим с вами, а вдруг когда-нибудь в дальнейшем появятся такие технологии, которые потребуют использовать. Вот точно так же, как групповая рассылка каких-то специальных диапазонов адресов. Пока еще таких технологий нет, а вдруг появятся. Мы говорим, а давайте на всякий случай в целях дальнейшего развития IP-технологий зарезервируем группу адресов и назовем их адресами класса Е. Их зарезервировали, но, собственно, они для связи между хостами в обычных сетях так и не используются. То есть эти два диапазона, эти адреса хостам не присваиваются. Вот есть такая сводненькая табличка, где вот эти вот адреса приведены. Как протокол IP, который получает IP-адрес получателя, понимает, к какому классу этот адрес относится. Мы с вами только сейчас о структуре говорили, да? Пришел IP-адрес на маршрутизатор. Протокол IP изблек адрес получателя из пакета. А дальше ему надо понять, сейчас я курсовно рисую, да? 0, 1, 1, все 32 разряды рисовать не будут. Ему надо понять, к какому классу он относится. Договорились анализировать вот эти вот самые старшие, самые левые разряды адреса. Если здесь 0, то это значит, это класса. И это значит, 32, то есть 8 разрядов, это идентификатор сети. Оставшиеся 24 разряда, это идентификатор хостам. То есть по значению вот этого самого первого левого битика. Если там не 0, а комбинация 1, 0, тогда это адрес класса B. Если это 1, 1, 0, тогда это адрес класса C. Ну, а все остальное это зарезервированные адреса. Понятно, что я говорю? Картинку в поэнте. Сейчас, сейчас, сейчас. Ну, картинка в поэнте, коллеги, это для общего понимания. Вообще говоря, качество этих картинок, конечно, оставляет желать лучшего. Так вот, собственно, по самому IP-адресу становится понятно, где там адреса класса A, а где там адреса класса B. И, соответственно, сколько разрядов идентифицирует C, сколько разрядов идентифицирует хост. IP-адресация по классовой системе. Я убираю это все. IP-адресация по классовой системе, она долго существовала, но она в итоге умерла. Почему она умерла? Потому что очень негибкая система адресации. Очень негибкая. Смотрите. Во-первых, в мире могут существовать только три типа сетей по количеству хостов в них. Самая маленькая сеть в приклассовой системе, это сеть, состоящая из 254 хостов. Следующая градация. Это 65 534 хоста. Ну, а там 16 с лишним, там, и 7 десятых миллионов. А сетей каких-то других объемов быть не может. В чем негибкость? Мне надо назначить IP-адреса компьютерному классу, в котором мы с вами сидим. Мне надо, чтобы здесь была отдельная сеточка, а в другом компьютерном классе, чтобы была другая сеточка. Очень удобно администрировать будет администратору вот эту вот большую сеть, состоящую из отдельных подсетей. Когда в каждом классе, в каждом помещении, или же, я не знаю, там, в каждом подразделении каком-то, в какой-то организации существует своя собственная локальная сеточка. Действительно очень удобно администрировать все это. Так вот, смотрите. У меня здесь в классе компьютеров, ну, больше, чем штук 25, физически не разместится. А я должен буду выделить сюда сеть какого класса минимум? Минимум. Зачем же это 16 миллионов адресов? С. 254 адреса я отдам, из которых реально будут работать только 23, 25, сколько там. А все остальные все, соседний зал уже не отдашь. Вот такое, знаете, разбазаривание, извините, неэффективное использование диапазона адресов происходит. Понятно? То же самое можно сейчас пример привести и с большими сетями. Так, немножечко искусственный пример, но тем не менее. Вот и есть мы с вами администраторы большой корпоративной сети. Состоит из 2000 хостов. Используется классовая система адресов. Классовая система используется. Нам с вами надо, чтобы все вот эти хосты, которые в нашей корпоративной сети находятся, могли получить доступ в интернет. Значит, вы сейчас отнеситесь правильно к тому, о чем я говорю. Те из вас, кто, в общем-то, знаком с современным состоянием технологии айпиадресации. Просто то, о чем я вам сейчас рассказываю, некоторых технологий просто еще не существовало. Так вот, значит, я должен вот сюда назначить айпиадреса, чтобы в интернет выходить. Так называемые глобально уникальные. Глобально уникальные адреса – это такие адреса, которые в интернете больше нигде никогда повторяться не будут. Конфликты не будут создавать. Так, классовая система. Вспоминаем, да, откуда пляшем. Классовая система. 2000. Класс С подойдет? А какой следующий? А следующий Б. 65 534 адреса, из которых задействуют только 200. А еще 63 с лишним тысячи куда? А уже никуда. Уже в другую сеть. Сейчас они мне выделены. Вот для этой сети. Их назначать нельзя. Но опять к чему пришли? К неэффективному использованию диафазона адреса. Поэтому от такой системы отказались и создали, разработали бесклассовую адресацию. Бесклассовая адресация что такое? В бесклассовой адресации вот эта вот граница, которая отделяет, которая отделяет идентификатор сети от идентификатора хоста в адресе, может быть плавающей. То есть она жестко не привязана к границе целого актета. Айпи адрес 32 разряда. Вот эта вот граница, которая отделяет идентификатор сети от идентификатора хоста, жестко не закреплена. Она может вот туда-сюда перемещаться в зависимости от чего? В зависимости от того, какой величины этой сети. Вот смотрите. Сейчас вот тот же самый пример. Очень быстро постараюсь рассказать. Сеть. 2000 хостов. Значит, у меня длина, разрядность вот этого идентификатора должна быть такой, идентификатор хоста, чтобы я 2000 мог уникальные адреса назначить. Понятно, что я говорю? Понятно. А теперь вспоминаем формулу, которую я только что рисовал. 2 в степени. Вот эта вот разрядность идентификатора хоста должна быть больше или в крайнем случае равна 2000. И я определяю разрядность идентификатора хоста для такого адреса, где у меня сеть, состоящая приблизительно из 2000 хостов. Значит, 2 в 10-й – 1024, а 2 в 11-й – 2048. То есть разрядность идентификатора хоста в моем примере 11 разрядов, а разрядность идентификатора сети – 32-11, 21 разряд. Вот такая структура адреса позволит всем хостам назначить уникальные адреса, и это будет одна сеть. Идентификатор сети для всех этих хостов будет одинаковой. Что такое сеть? Что такое IP-сеть? Вот смотрите, пишем определение, если хотите. IP-сеть – это группа хостов, которая имеет одинаковый идентификатор сети в IP-адресе, одинаковый, по сути, адрес сети. Для всех хостов, входящих в состав одной сети, идентификатор сети одинаковый, а уже идентификаторы хостов какие? Разные. Вот эта идея, которая была заложена в бесклассовую систему, и, соответственно, надо реализовать какой-то вот опять алгоритм, чтобы понятно было, где находится вот этот вот разделитель между идентификатором сети и идентификатором хоста. Ведь теперь уже нет привязки к 8, к 16 или к 24 разлядам. Так вот, когда произошел переход на бесклассовую систему, вместе с IP-адресом, надо обязательно задавать еще один специальный параметр. Вы все знаете, что это за параметр. Это параметр, который называется маска. Маска сети или маска под сети – это как бы все равно. Маска. Что такое маска? Маска – это тоже 32-разрядное двоичное число. В котором разряды, идентифицирующие сеть в адресе, разряды идентификатора сети в адресе, в IP-адресе, устанавливаются в единичке, а разряды, а разряды, идентифицирующие хвост, в адресе, устанавливаются в нолик. Вот маска для нашего с вами примера. 21-разряд надо поставить в единичке, а 11-разрядов надо поставить в нолики. 1-1-1-1-1-0-0-0-0. Вот такая маска. Когда маска накладывается на адрес, там, где единички в маске, она поэтому и называется маска, там, где единички в маске – это идентификатор сети. Там, где нолики в маске – это идентификатор костер. Давайте мы с вами сейчас вот что еще сделаем и, наверное, будем потихонечку заканчивать наше с вами общение, к сожалению. Вот смотрите, естественно, никто вот такую вот маску в формате двоичного числа рисовать не будет. Значит, надо изобрести способ, как эту маску отображать в более удобном формате для человека. Существует два способа. Способ первый, это нам уже известно, это формат десятичной с точкой. Для того, чтобы в формате десятичной с точкой вот эту маску нарисовать, надо что сделать? Надо разбить вот это тридцати двухразрядное число на четыре части по восемь разряда в каждом. И, соответственно, вместо двоичных чисел восьмеразрядных написать числа десятичные. Давайте я сейчас буду это делать вместо с вами и очень-очень быстро. Вещи понятные сразу нарисую в десятичной системе. Первый октет, где двадцать одна единичка. Первый октет состоит из одних единичек, да? А это двести пятьдесят пять. Второй октет состоит тоже из одних единичек, а это тоже двести пятьдесят пять. Мы с вами учли шестнадцать единиц. В третий октет сколько единиц перешло? Пять. Рисую. Вот этот октет рисую в двоичном виде. Пять единичек. И все остальное нолики. В этом октете три нолика. Последний октет состоит точно тоже из одних нулей. Сразу напишу десятичное число. Осталось совсем маленькую вещь сделать. Надо вот это вот число двоичное записать в десятичном виде. Вместе с вами пишем. Вспоминаем вот эту табличку. Это что означает? Это означает сто двадцать восемь. Плюс шестьдесят четыре. Это будет сто девяносто два. Плюс тридцать два. Это будет двести двадцать четыре. Плюс шестнадцать. Это будет двести сорок. И плюс. Одну секунду. Двадцать один. Не правильно. Здесь прочитал шестнадцать шестнадцать. Пятый единичек. То есть я тут их очень много. А, это точка у меня. Так, извините, коллеги. Из-за сто двадцать восемь. Плюс шестьдесят четыре. Сто девяносто два. Плюс тридцать два. Двести двадцать четыре. Плюс шестнадцать. Двести сорок. И плюс восемь. Двести сорок. Вот маска. Двести пятьдесят пять. Двести пятьдесят пять. Двести сорок восемь. Двести сорок восемь. Маска, которая определяет сеть, состоящую приблизительно из двух тысяч хостов. У всех сетей такого объема маски будут вот такие. И второй способ, очень хороший, называется маска в виде префикса. Префикс – это десятичное число M, равное количеству единиц в маске. Или же, можно сказать, равное разрядности идентификатора сети в адресе. Потому что количество единиц маски в точности соответствует разрядности идентификатора сети. И в формате префикса вот этот вот, ну вот этот вот, эта маска запишется. Сколько тут единичек? Двадцать одна, да? Запишется вот так, слэш двадцать один. Перед префиксом, чтобы отделить его от адреса, рисует символ слэш подающий вправо. Значит, пишут адрес, а дальше слэш и вот этот префикс. Как больше нравится, так или так? Второе больше нравится, замечательно. Но в четвертой версии протокола, если говорить о настройках, там, если вам надо вручную все это прописать, в виде префикса маску не задашь. Там все равно придется рисовать это в формате десятичное с точкой. И если не будет под рукой калькулятора, придется всем этим заняться вручную. То, что мы с вами недавно совсем посмотрели. Коллеги, к сожалению, вот нам с вами на этот семинар дали всего-навсего 45 минут, которые, в общем-то, мы уже практически исчерпали. Вот все, что я сейчас там рисовал сам, от руки не очень красиво. Вот здесь вот все это, все это подробненько расписано. А дальше, собственно, вот эта небольшая информация о том курсе, частью которого является то, о чем я вам сейчас рассказываю. Ну, мне очень жаль, что у нас исчерпано время. Но, с другой стороны, все, что я планировал вам рассказать, я рассказал. Пожалуйста, приходите на курс основы сетей, сетевой операционной системы, практику Wi-Fi. Очень небольшой, короткий курс, 16 академических часов. И обо всем, о том, о чем я сейчас рассказывал очень-очень быстро, я вам еще раз расскажу. Но чуть-чуть помедленнее, с конкретными примерами, решаем задачки и четко, совершенно будем знать, что такое IP-аднес. Так, коллеги, вебинаровцы, слушатели вебинара, огромное вам спасибо за то, что вы нашли время и поучаствовали в нашем семинаре. Спасибо вам за внимание. Я надеюсь, что все вы заинтересованные... Вот ту самую ссылочку... Давайте я сейчас это загашу. Ссылочку на презентацию на Яндекс.Диске. Адресочек себе скопировали, запомнили. Если вдруг припоздали, не скопировали, не запомнили. Вот, еще раз. Вот он. Там эта презентаршечка есть, заберете ее и подробнее почитаете. Все, коллеги, еще раз всем огромное спасибо. Я, с вашего позволения, трансляцию вебинара буду заканчивать. Заканчивать. Приходите. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...